Здравствуйте, дорогие друзья! Как вам по росту? Это мой сыночек Ярослав, маленький мальчик, боксер такой, прям, тюх, папу уже может защитить, это хорошо, да, сыночка? Это даже великолепно. Что мы сегодня хотим вам показать? Магазин «Модная школа» Ленина 154-б. Адрес его, вы сюда можете приехать, только что встретили выходящих отсюда довольных моих подписчиков, которые сказали, все понравилось, все отлично, отзыв их смотрите в конце. Но сегодня мы попробуем одеть моего сыночка, ему еще как минимум годик, надо сходить в школу, в 9 класс мы идем, будем учиться. Девчонки, дайте пацану доучиться, просто вы видели, как, ладно, ничего не буду говорить, всего приятного просмотра, идем одеваться? Да. Мы еще не успели зайти в «Модную школу», здесь наши подписчики уже там скупились. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Юрий, меня зовут Наталья. Александр. Полина. Оля. Откуда вы к нам? В Астер. Нашли, что себе подобрали? Да, по вашей рекомендации, магазин очень хороший, доброжелательный, сотрудники, нам все понравилось, подобрали ветер для школы, ну, все очень здорово, да, качество хорошее, ткань плотная, все понравилось. А вам? Да. Точно, с удовольствием будете носить? Да. Спасибо большое, хорошего отдыха. Спасибо вам огромное. Мы заходим, дорогие мои, и поднимаемся на второй этаж, здесь есть указатель, модная школа, можно использовать лифт, если не хотите ходить, все подписано, написано, поднимаемся на второй этаж, и нас здесь уже ждут. Здравствуйте, конечно, невероятно рада видеть этого парня, который уже на пол головы выше меня, вы помните в том году, где Ярик был примерно, ну, где-то, наверное, вот так, ты как растешь вообще, не пойму. Он папу догнал, у папы 190 рост, но мы сейчас вообще с этой задачей будем легко справляться, у нас-то брючки есть до 188-192 рост, поэтому, несмотря на то, что Ярик такой у нас стройненький парень, вообще-то, и я помню, что он занимается боксом, как у тебя успехи в боксе? Отлично. Несмотря на то, что он в боксе и на анапском солнышке вытянулся вверх, для нас это не проблема, мы сейчас очень красиво оденем Ярика к школе, вообще не отрывайте взгляда до конца нашего сюжета, будет очень интересно. Наш первый образ с Яриком готов, сейчас буду рассказывать, что мы здесь сотворили, у Ярика рост, видите, да, ну, примерно уже вот сейчас в обуви он стоит там где-то около метра девяносто, мы брючки подобрали даже не самого большого роста, который есть в нашем магазине, в нашем магазине еще есть плюс один рост, но даже этот рост на 182 дает вот такой небольшой припуск для того, чтобы Ярику на учебный год хватило. Эти брючки раскроены на рост 182, у нас еще есть брючки еще плюс одной длины, парни выше Ярика еще примерно на сантиметров 6-7 тоже могут приходить, смело мы подберем брючки идеальной посадки. Брючки у нас зауженного кроя, без стрелок, посмотрите на Ярики, как красиво они сидят и смотрятся, а здесь я покажу, брючки навешали для того, чтобы их внимательно рассмотреть. Брюки у нас все выполнены по ГОСТу, везде закрепочки, на всех кармашках, идеально ровные отстрочки, везде закрепки в самых травмирующих местах, да, которые могут быть у парня. Сзади отстрочка тоже вся двойная, сделана с красивой кокеткой, посадка на бедра очень идеальная, закреплены все швы, вот видите, сверху идет еще укрепление шва, то есть надежность эксплуатации вот на высшем уровне. Многие мамы, которые не один год одевают у нас своих детей, мальчиков, приходят мне часто, я слышу, рассказывают, что ваших брюк хватает нам одних уже на год, постирать на выходных и все, потому что качество вот именно отшива и качество тканей, оно безупречное, это всегда очень прочная, надежная эксплуатация в течение всего учебного года. Брючки с содержанием 70 вискозы, 70 вискозы это натуральное волокно, по ГОСТу не менее 40% должно быть в одежде школьников, а в наших брюках 70-80% всегда натурального сырья, то есть это невероятное качество по ощущениям, по тактильности. Ну, давайте у Ярика спросим, как тебе самому по ощущениям вот сами брюки, по ногам? Для меня всегда очень важно, выбирая ткани, потому что я сама выбираю всегда ткани, мы не работаем так, что мы что-то купили, что-то продали. Весь ассортимент в магазине это мое творение, лично, это мой личный бренд модная школа, и мой личный подход всегда к отшиву каждой модели, брюки, рубашки, не важно что, девочки, мальчики, не важно. Пока я сама лично не согласую вот эту ткань на отшив с производителем, я не запускаю в работу, поэтому выбор и подбор ткани, когда я делаю, для меня очень важно, чтобы это была высокоэластичная посадка в мужских брюках, подростковых, детских, чтобы эта паховая зона очень хорошо тянулась, потому что растяжение должно быть у ткани, потому что дети сидят, встают, и все это не один раз за учебный день и умножить на 9 месяцев. Поэтому выбор ткани всегда, она очень высоко качественную ткань, поэтому я уверена, посадка будет идеальная не только в плане там силуэтности какой-то, в плане износа, когда вот они носят каждый день, и их ощущение комфорта, оно вот самое важное, что есть в результате, в итоге, и потом, конечно же, в отзывах наших покупателей. Поэтому здесь вот за брюки я всегда горжусь, можно сказать, нашими брюками, потому что можно на высоких парней, как на Ярика одеть. Объем брючек у нас сейчас 46 размер взрослый, рост 182, а на 46 размер у нас есть с роста 158, 164, 170, 176, 182 и 188. 6 ростов на один объем, неважно, какой мальчик придет, может быть, вот так Ярику, так, 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 в одном объеме мы оденем гармонично любую фигурку. В этом очень большой плюс в нашем магазине, потому что все фигурки, которые многие мамы говорят, что мне так трудно подобрать, он у меня пухленький, или приходят вот как с Яриком, ой, он у меня такой высокий, такой худой. Я говорю, так, тихо, у нас нет пухленьких, худых, у нас все красивые мальчишки выходят по итогу с магазина, мы сейчас все подберем. И на самом деле так и есть, я никогда не скажу ни одного слова, если это не будет правдой. Я за честность всегда в отношениях, в бизнесе, вообще во всем, что я делаю, что я говорю, поэтому если я говорю, что мы оденем любого ребенка, значит так и есть. И брюки у нас мужские до 56 взрослого размера, то есть если у Ярик худенький у нас парень, то даже если солидный придет парень, или даже мужчина, мы даже одеваем мужчин в своем магазине, потому что это мужская серия брюк и рубашек, это не детский ассортимент. Вот, поэтому даже взрослых мужчин 56-го солидного размера мы также оденем красиво и хорошо, как вот такого стройного нашего Ярослава. После жаркой лекции про брюки, мне стало жарко, вот, и мы хорошо в контрасте смотримся, я на фоне белого, а Ярик на фоне черного. Бамбуковая рубашка, новинка 2023 года, 50% бамбука, невероятное качество в тактильности, в ощущениях, очень мягкое, гладкое, но я не знаю, я очень люблю эти рубашки. Эти рубашки есть не только на взрослых таких парней, как на Ярика, но и на первоклассников, на ворот 29-й, роста 116, и вот до Ярика, считай, можно сказать, до роста 182. Поэтому от малышей с первого класса и до 11-го класса у нас есть такие классные рубашки. У них здесь немножко вот так вот потайна планочка есть синим контрастом, синие пуговки, Ярик, давай покажем здесь, и вот здесь на манжетах петельки синие, синие пуговки. Но также еще есть у нас такие рубашки в однотонном белом цвете, вот как я сейчас уже сказала, да, на малышей первого класса, там можно сказать, да, началочка. Вот бамбуковая рубашка идеально белая, даже без синих вставочек, без синих отделочек, без синих петелечек. Вот такая вот маленькая рубашка бамбуковая, и вот такая вот большая рубашка, как на Ярославов, тоже бамбуковая есть в нашем магазине. Я очень рекомендую всем мамам, кто будет приходить с мальчиками, прям спрашивать сразу у продавцов-консультантов бамбуковую рубашку. Это прям шанс своего ребенка одеть невероятно тактильно приятную рубашку. Они не хотят снимать, я честно говорю, в раздевалке мальчишки говорят, она такая классная, мне так хорошо в ней. Поверьте, вот говорю всегда только правду. У меня такое ощущение маленькой девочки рядом с Ярославом. Я сейчас встала, и мне так, знаете, так прям захотелось вот быть такой маленькой девочкой рядом с таким парнем. Вообще, какой красавчик, я не могу, спасибо тебе, что ты растешь. И даришь ощущение даже взрослым женщинам маленькой девочке. У меня мурашки. Так, давайте про брюки. У нас брючки, смотрите, на Ярослава чуть-чуть другой модели. Чуть-чуть шире штанинка со стрелочками, если на случай какой-то официоза, скажем так. Мы сейчас с Ярославом в обсуждениях. Тебе если нравится, мы их оставим. Сам решишь потом. Посадка чуть-чуть шире, видишь, да, посвободнее штанинка. Иногда парни берут такую свободную, более свободную посадку и стрелки эти разглаживают, для того, чтобы там не было там сильно как-то строго, официально. Но просто пошире, посвободнее иногда это нравится. Но Ярослав сам решит, что ему нравится. А если что, то брючки у нас есть. Вот, брючки также с хорошим, с высоким содержанием натурального сырья. Ткань такая, чтобы всесезонка была. Летом и осень не сильно плотная, но и не сильно прям легкая. У нас нету больших перепадов в межсезонье, поэтому для нас очень актуальна ткань такая, которая будет нам вот на круглый учебный год соответствовать нашей теплой температуре анапской. Рубашечку сейчас с Ярославом подобрали из более такой фактурной ткани, более нарядной ткани, если вот так вот приблизить, видно, что здесь фактурка такая есть. Рубашка 60% содержания хлопка. Сидит хорошо по бокам приталенная, сзади не приталенная. До этого бамбук мы мерили, мы не посмотрели спиночку, но она прям была очень сильно приталенной посадки. Такие рубашки в основном мальчишки на выпуск носят, и есть модели приталены, есть не приталены, поэтому мы вот даем выбор как раз таки, кому что будет по душе понравиться. Эта рубашечка такая более прямого кроя, когда на выпуск может быть и более комфортно так себя чувствовать в таких рубашках. Рубашки тоже у нас до 43-го ворота, до взрослых, таких больших объемных размеров. Вот на Ярославе сейчас ворот 38, то есть это такая серединочка подростковая и уже начало взрослого размера. Поэтому мне нравится, как все сидит, подбираем все с одного раза. Ярослав, сколько ты размерил эту рубашку? С первого же раза рубашку? Да, с первого. Вот. И такие у меня феи в магазине все научены с одного раза одевать детей. Для чего? Для того, чтобы их сильно долго не мучить примерочных. Особенно парней, они сильно не любят там задерживаться. Поэтому мы с одного раза быстро подбираем нужные размеры, нужные модели, а там уже сами парни пусть решают, в чем им ходить в школу. Яриков, есть задача. Сколько рубашек с длинным рукавом тебе надо? Четыре. Четыре. Теперь у нас следующий вариант, для того, чтобы немножко было разнообразие. Не всегда там белая рубашка, однотипно как-то выглядеть Ярославу в школе. Подобрали цвета шампань. Я не знаю, Юра на камере тут что-то покажет, что это шампань, не покажет, но она такая легкий-легкий такой вот цвет шампани. Очень хорошего качества. Юра, тебе нравится шампань? Так, слюнку там не глотай от слова шампань. Она хорошего качества, правда? 60% натурального сырья хлопка. 60%. Очень классно такая дышащая. Высокая гигроскопичность тоже у этих тканей. Посмотрите, посадка приталена. До этого мы рубашку показывали более прямого кроя, короткий рукав, более прямая, свободная. Ну, в коротком рукаве, когда жарко, наверное, так и более удобно будет. Это с длинным рукавчиком, и вот приталено. Ярослав очень стройный парень, высокий. Такие силуэты, рубашечек очень хорошо, классно смотрятся. И опять-таки вот длина рукава. Ярослав роста уже там под 190, и мы даем сорочки вот идеально по длине рукава. Еще вот этот допустимый мягкий припуск на сгиб локтя, он тоже есть. Рукав не впритык, не в натяг там как-то лишь бы одеть. Нет, мы одеваем так, чтобы было хорошо. Даже когда Ярослав будет сидеть, и рука будет согнута в локте, ему будет достаточно комфортно, натяжения никакого нет. Правда, Ярослав? Нет? Все. У нас рубашечки тоже до роста 188 в разных воротах, поэтому очень гарантированно тоже комфортно. Вот это вот ощущение себя в школьной жизни. Каждый день, целый день, 9 месяцев мы вот прям вот дарим комфорт своим детям, всем гостям нашего магазина. Но для того, чтобы и дальше у Ярослава был выбор в своих сорочках, которые он будет каждый день носить, менять, мы сейчас подобрали сорочку. Опять-таки очень хорошие гармоничные посадочки с первого раза. Одели все, Ярослав у нас как плитой. Приталенная спиночка, приталенная по бокам, длина рукава с припуском нужным и важным, скажем так. Но здесь уже немножко другая совсем сорочка. Планочка у нас застежки на кнопочках, воротничок, стойка. Если Ярославу не надо каждый день носить какой-то галстук в школу, он может носить просто какую-то сорочку, да, требование белый цвет, то мы можем прекрасно в такой сорочке тоже допустить, что вот можно пойти в школу. Многие мамы приходят, спрашивают, конечно, а есть сорочки у нас на кнопках? Есть в подростковых размерах? Есть. На малышах? Нет. Для малышей у нас еще есть поло очень хорошего, высокого качества. Я чуть-чуть попозже. Такой быстренько общий обзор дам. А что еще есть у нас на мальчишек и на парней в нашем магазине? Но сейчас мы вот с Ярославом будем подходить уже к завершению нашего выбора всего, потому что мы выбрали двое брюк, а мы выбрали короткий рукав длинный, 4 или 5 рубашек. План был 4 рубашки. Мы подобрали двое брюк, 4 рубашки. Конечно, у нас есть и второй слой одежды, но сейчас мы посчитали рубашки, и нам не хватало еще одной с Ярославом рубашки. Такой на каждый день попроще выбрали. Ну, в каком плане попроще? Ну, нет фактуры какой-то, нету там что-то такого сверхъестественного. Просто белая рубашка. Многие парни любят просто гладкую белую матовую рубашку. И мы как-то забыли про нее, а сейчас вот считали наш выбор и поняли, что нам-то на каждый день не хватает именно этой. Рубашка классная, 40% хлопка, очень легко гладится. Если сами парни гладят, то это вообще облегчает им жизнь. Но если мамы гладят, тоже намного быстрее ее перед школой погладить своему ребенку. Рубашечка сзади у нас приталенная. Мы даем Ярославу больше приталенную посадку, потому что все-таки у него фигурка очень красивая, очень такой высокий, стройный, рослый. Классно подчеркнуть это все как-то его вот красивую фигурку. Несмотря на то, что он большой в росте, все равно он очень гармоничен, пропорционален. И я считаю, что вот как не сейчас, в молодом таком возрасте, не выглядеть вот так вот красиво, самодостаточно, чтобы нравиться себе, нравиться девушкам уже, наверное. Да, Ярослав? Тебе сколько сейчас лет? 15. 15? Юра? Я думала 17. 15 лет, правда? Ты в какой класс идешь? В 9 сейчас идешь? А после 9 что у тебя за плановой? В 10 пойдешь? Не знаю, не знаю. Ладно, мы это с тобой обсудим потом. В общем, рубашки, наш выбор закончился. Сейчас переходим к общему обзору. А что же еще есть у нас на мальчишек и парней в нашем магазине? В нашем магазине же не только можно одеться к школе, но еще подобрать нужный, важный атрибут школьный. Это рюкзак, конечно же. Ну, Ярослав сейчас вот выбирал-выбирал из всего нашего разнообразия. Выбрал себе вот такой рюкзак. Ну, сам расскажи, почему ты выбрал? Чем он тебе так приглянулся? Принт красивый, сам по себе. Принт красивый. Ну, да, такой молодежный, подростковый. Его можно не только в школу, можно и просто носить там по городу для каких-то секций, может занятий. Вообще у нас очень большой выбор рюкзаков для мальчишек. Разные принты на любой вкус. Ортопедические спинки широкие, мягкие лямки есть. И более облегченные, как вот Ярослав выбрал, например, в таком вот принте, с желтыми какими-то отделками, замочками. Мы официальные представители фирмы Гризли. Мы работаем уже с Гризли 10 лет официально по договору представительства. Поэтому наши рюкзаки фирмы Гризли здесь, в нашем магазине представлены по официальной цене Гризли. Без всяких каких-либо там надутых, раздутых переплат на ценах. Поэтому если вы хотите хороший, качественный рюкзак купить и еще не переплачивать, а купить просто по официальной цене, это, конечно, у нас в магазине. Я бы еще вот такие варианты для подростков, как Ярослав, могла бы предложить прям с большим-большим удовольствием. И такой там более сдержанный, черный вариант. Потому что парни уже там более взрослого возраста не хотят там какие-то яркие принты. А больше все-таки они хотят уже такие лаконичные, скажем так, как расцветки. Вот темно-серый рюкзачок тоже очень хорош. Но для мальчишек помладше, чального звена, у нас есть ортопедические рюкзаки весом 700 грамм. Очень легкие. Конечно, полная эргономика, ортопедическая спинка, все, фиксаторы на поясе, на спиночке. Светоотражатели везде присутствуют по нормам и требованиям, по всем. Влага, пыли, отталкивающие материалы, что очень важно. Можно просто его даже не мыть и не стирать. Я как мама, когда у меня были дети младше, в школьном возрасте, и такие рюкзачки носили. Но у меня дочь два года отходила, я его ни раз не мыла, не стирала. Сохраняю чистоту в своем первозданном виде. Правда, пропитки такие классные. Даже пыль не притягивается. Можно просто влажной тряпочкой протирать, потому что Гризли дает именно высокого качества. И всю фурнитуру, вот эти замки, то, что очень важная эксплуатация ежедневная, не один раз очень надежная, классная фурнитура. Проверена годами. У Гризли срок эксплуатации любого рюкзака 10 лет. Еще для мальчишек чуть-чуть постарше, там 3, 4, 5 класс, вот такие ранцы, панцерные называются. Но это вот тоже, да, такая большая, можно сказать, там нагрузка, ортопедическая вся спинка, лямки. Для тех, кто любит такой каркасный рюкзак, чтобы там ничего не мялось, как кинул, так и кинул. В любом случае оно все будет очень целостно выглядеть. Такая модель тоже присутствует. Ну и, конечно, для подростков, как мы уже говорили, когда Ярослав выбирал, выбор очень большой рюкзаков. Не только для школы, парни. У нас есть вот такие городского типа, облегченные рюкзаки. Это городской стиль. Почему мы в этом году еще добавили этот стиль? Когда приходили, покупали к школе, у нас часто спрашивали, а есть просто рюкзак для жизни? Вот так вот, чтобы взять и пойти. Вот, поэтому в этом году добавили такие облегченные рюкзаки, для того, чтобы можно было просто для города, для жизни иметь такой рюкзак, который просто взял и пошел по своим каким-то вот ежедневным там делам. Тогда же на пляж кинул полотенце и пошел. Ну, это просто очень удобный аксессуар для жизни. Я сама хожу с рюкзаками, везде езжу. Какое путешествие без рюкзака? Поэтому у меня есть женский рюкзак фирмы Гризли для путешествия. Я очень с удовольствием его всегда эксплуатирую. Он у меня всегда как новый. С Ярославом мы закончили, поэтому, как обещала, такой небольшой обзор. А что же для других? Для маленьких, для взрослых, для больше-меньше мальчишек, что у нас есть? Конечно же, брючки у нас еще есть в серых-синих цветах. Например, вот эта стойка вся для мальчишек, которым нужны серые брюки. У нас есть даже трикотажные брюки в сером цвете. Это волшебное состояние, мне кажется, в этих брюках по комфорту, потому что мягкий, уютный трикотаж, но настолько плотный, что даже, смотрите, держит стрелку, как будто бы это брюки, но на самом деле это невероятное комфортное трикотажное вот это на себе ощущение каждый день. В своей посадке очень классно сидят по ножкам, потому что у них очень зауженная такая книзу длина, но не сильно узкая сама штанина, поэтому это и не классика, и не сильно зауженная посадка. В поясе есть утяжечка, если есть какие-то животики, эти брючки очень хорошо садятся. Также у нас есть на малышей просто зауженные брючки, ткани просто 80% натурального сырья, без стрелок, пожалуйста, тоже идеальной посадки. Модель из этой же ткани, но тоже с утяжкой по поясе, как и те трикотажные, средней зауженности со стрелками, пожалуйста. Есть просто классика, прямые брючки на разный вкус и цвет. Можно в одном размере, я сейчас нахожусь здесь вот просто в одном размере, это 32, 128, у нас здесь 134, 140, 3 роста. Я в одном размере могу мальчика одеть в любую модель, кому как будет удобно, смотря по фигурке. Здесь мы вообще со своими сотрудниками обычно отталкиваемся от того, какая фигурка у мальчика. И тогда мы уже, зная свои артикулы, подбираем нужную модель для того, чтобы мальчику было хорошо. Брючки у нас 28 размера, 116 рост, и вот так вот идут, 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 до 56 размера, роста 188. Это то, что я говорила в начале, да, что у нас не детский магазин, у нас есть даже взрослые размеры, которые позволяют одеть даже взрослых, солидных мужчин. 56 размер, пожалуйста, в помощь всем. Кроме брюк, конечно, здесь вот у подростков есть разные фактуры ткани. Конечно, очень комфортный, приятный, тоже с большим содержанием. Тут 50 хлопка, 30 вискозы, эластаны, только вот чуть-чуть там 20 чем-то процентов, даже меньше 20 полиэстро. Невероятно тоже комфортные брюки, без стрелочек. Есть разные варианты ткани, то есть тоже на выбор. Можно в одном размере разную модель посмотреть, померить. Есть также у нас второй слой. Мы с Ярославом сегодня не выбрали второй слой, потому что Ярослав сказал, что, ну, уже ему не хочется, был поменьше, когда, если вы помните, прошлый обзор, вот такой вот трикотажный жилет, кардиган мы с Ярославом подбирали. 65 хлопка, очень хороший вариант второго слоя, когда не сильно жарко. Но сейчас парень уже в таком возрасте, подростковом, когда он говорит, мне достаточно одной рубашки и брюк, поэтому мы его интерес удовлетворили. Хочу показать, что для мальчиков еще есть варианты, там, например, второго слоя, здесь 50 хлопка, шерсти нет, за счет этого трикотаж не пеленгуется при носке, и очень комфортно дышащий для второго слоя, очень комфортный жилет будет. Они есть с маленького размера до подросткового. Также вот этот трикотаж, который я говорила, 65% хлопка, есть кардиганы с длинным рукавом, есть жилеты. Максимальный комфорт в этом тоже будет. У кого по требованиям в школе жилеты строгого плана, у нас есть сейчас на акции жилеты серого и синего цвета по 550 рублей. Вот эти вот жилетики мы можем подобрать брючком, или же, например, в каком-то синем цвете, неважно, по 550 рублей есть у нас на остатках. Вот такие кардиганы у нас тоже на акции, большие взрослые размеры, всего по 1300 рублей. Также у нас есть на акции вот такие взрослые кардиганы синего цвета по 700 рублей. Акций сейчас в магазине очень много, есть жилеты вязаны по акции по 500 рублей. Например, вот такого плана 500 рублей. Здесь уже содержание 6. В основном нас берут люди, которые приезжие, отдыхающие, которые уезжают в более холодные регионы. Эта акция прям очень в помощь. Подростковый размер. Жилеты синего цвета, как я уже показывала, есть вот даже вот в таких больших размерах. Если продолжить разговор о трикотаже, мы Ярославу подбирали черные брюки, но подростковых, взрослых размерах 44-46 у Ярослава. Брючки трикотажные есть и в черном цвете, на мальчишек поменьше. Они идут до 42 размера. Есть трикотажные брючки черного цвета, более утепленного варианта. Здесь флиз. То есть материал такой. Вроде снаружи просто трикота. Внутренняя сторона материала. Флиз теплый. И они очень комфортно на резиночке, особенно на мальчиков, у которых есть такие красивые животики, очень красиво будет сидеть. Есть и резинка, есть и утяжка. Поверх можно рубашку не заправляя, как Ярославу одевали, либо пола, либо жилет, кардиган сверху, что мы одеваем. Мы можем хорошо прикрыть эту резиночку, и никто не придерется, потому что внизу они выглядят как настоящие достойные брючки. Есть в черном цвете. На утяжке очень классные, мягкие. И, я не знаю, невероятный комфорт. Я очень люблю такие модели, такие артикулы, которые прям позволяют детям дать максимальный комфорт в школе. По сорочкам маленьких, 28 ворот, рост 110-116. Мальчики такие, первоклассники, которые приходят, миниатюрные, скажем так, такие мужчины уходят от нас, потому что мы брючки идеально садим, рубашечку идеально садим. И уже отправляем в школу этих малышей, в первый класс, в таком элегантном, красивом школьном виде. И все у нас сорочки, конечно же, вот короткие длины рука, большое разнообразие, до 43-го ворота, до тех размеров, которые могут позволить нам одеть очень взрослых парней. Брючки 54-56, рубашечка 42-44 ворот. Это, конечно, удобное трикотажное поло, которое дает максимальный тоже комфорт в течение учебного года. Белые, короткие, длинный рукав пола есть, и голубые, короткие, длинный рукав тоже есть. В этом году появился ассортимент водолазок. Иногда спрашивают в магазине, а есть ли у вас водолазки. Берут и мальчикам, и девочкам. Поэтому в ассортименте мальчиков тоже в этом году появились водолазки. Ну и на девочек, конечно, у нас разнообразный большой ассортимент по акциям, по 350-550 рублей юбочки из сарафана, и в сером, и в синим, и в черном цвете. Одеть девочку не только можно красиво, модно, интересно, но еще и выгодно в этом сезоне. Например, модные брюки палацца добавят стиля, ну, любой девочке всегда. Поэтому за модными тенденциями к нам, за какими-то акциями к нам, за какими-то стильными образами к нам выбор у нас огромный. Я приглашаю всех с девочками, с мальчиками, с девушками, парнями в наш магазин, для того, чтобы учебный год 2023-2024 начался. Очень красиво, очень достойно, очень интересно, и самое главное, чтобы у детей появилось это настроение, наконец-то идти в школу 1 сентября, потому что захочется выглядеть красивые новые образы и наряды. У нас адрес все тот же, она по Ленина 154-Б. Мы работаем в августе месяце с 9 утра до 9 вечера, что максимально тоже дает множество вариантов, когда к нам прийти. Хоть утром, хоть вечером по холодку, поэтому мы ждем вас всех в нашем магазине, где мы рады будем вас всех встретить и проводить с хорошим настроением в школьную жизнь. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня Юля зовут. Откуда вы к нам? Из Воронежа. Как вам у нас вообще в Анапе в целом? Очень нравится, мы не первый год приехали, ну жарковато, конечно. Почему решили выбрать магазин «Модная школа»? Подписались на канал, смотрим рекламу и решили тоже одеться к школе. Дай Бог, чтобы вам подобрали красивые вещи и, самое главное, хорошую учебу. Спасибо! Спасибо! Вам хорошего отдыха у нас! И вам всего доброго!